Я, например, не слышал, чтобы кто-то обсуждал вопрос свободной экономической зоны Донбасса, на кухне, что это болело. Непрочность проявляется даже в том, что произошел слив этих всех вопросов. Вы хоть кого-то осудите, понимаете? Ну вот просто кого-то. И следующий вопрос задать, а как вы за то, чтобы смертную касть на стадионе применять? И народ уже ответил. Ну, надо еще раз ответить, и люди просто не знают историю. Я вітаю глядачей, слушателей и подписчиков Политека Онлайн. Сегодня мой співрозмовник, кандидат экономических наук Юрій Атаманюк. Пане Юрю, я вас вітаю. Добрый день. Наразі политику, эксперты, всі обговорюють всенародное опитывание, которое инициировал президент Украины Володимир Зеленский. Мы с вами не будем аж занадто оригинальными, и также про него будем говорить. Зокрема, меня особисто цікавит ваша думка щодо того питания, яке выносится. Чи поддерживаете вы створение вільной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской области? Давайте пояснимо нашим глядачам, что такое вільная экономическая зона, и взагалі, как вы ставитесь до такого всенародного опитывания? Ну, давайте исходить из того, что те, кто это инициирует и вбрасывают в общество, отвлекают от действительно тех вопросов, которые общество беспокоит. И когда звучало, что мы вынесем на опрос вопросы, которые люди обсуждают на кухнях, которые очень волнуют. Ну, вот я, например, не слышал, чтобы кто-то обсуждал вопрос свободной экономической зоны Донбасса на кухне, что это болело, да? Болит военные действия там, болит, что там умирают люди. И перед тем, как подойти к ответу на ваш вопрос, я задам такой риторический вопрос. А что, где курица, где яйцо? Что первое, а что производное? Можно говорить о любой свободной экономической зоне Донбасса, не имея там мира, не имея реинтеграции Донбасса и не имея контроля за этой территорией. То есть, в основе нужно же вначале добиться мира. Теперь по поводу свободных экономических зон. Смотрите, у нас эта история, есть она мировая, есть история украинская. Украинская история началась давно, в 92-м году был принят закон Украины, который звучал про загальние засады. Створения и существования свободных экономических зон. И, согласно этого закону, каждая экономическая такая свободная зона, она вводилась в действие специальным законом, уже конкретным под эту зону. У нас существовали зоны разные. У нас была та же свободная экономическая зона под названием Донецк. У нас была свободная экономическая зона Закарпатья, Азов, Портофранко. То есть, порядка 8 свободных экономических зон у нас существовало. И у нас были территории, принятые решения, тоже были территории, существовали, с приоритетным экономического развития. И были территории Волынь, город Донецк. То есть, разные территории признавались вот такими приоритетными. Все это существовало до 2005 года. В 2005 году правительство Тимошенко это все обнулило, отменило под лозунгом того, что эти зоны являются налоговыми ямами. И показывало пример, что действительно после отмены существования, функционирования этих свободных экономических зон произошел рост сборов налогов в бюджет. Тут есть момент очень такой скользкий. Потому что рост произошел именно из-за отмены или из-за того, что главой налоговой тогда был Ярошенко, который поломал четко все существующие схемы. И налоговая стала более эффективно работать. Понимаете, тут же можно сделать какое-то действие и общий результат системы преподносить, что это результат этого действия. Но факт остается фактом, что налогов стало поступать больше после этого решения. Но произошла другая картина. Если за год до этого, за 2004 году, рост промышленного производства в свободной экономической зоне в Донецке был 14,5%, более того, весь этот рост это был экспортно-ориентированный рост, это приход валюты. То есть, думайте, 14,5% рост, небывалый. То после отмены этой свободной экономической зоны рост был 0,4%. Поэтому мы точно получили падение промпроизводства от этого решения. Но говорят, что мы получили увеличение налоговой базы. Опять-таки, я говорю, вопрос спорный. Где это решение, а где эффективность работы налоговой в тот момент. Я специально так все остановился, чтобы наши зрители понимали, что нет такой кнопки, что надо нажать эту кнопку, вот есть волшебная палочка, и называется эта волшебная палочка «Свободная экономическая зона». И мы это введем, и это у нас сейчас все начнет процветать. Во-первых, когда эти люди говорят, те, кто к этому при... вот к этой риторике. Это Шмыгаль сказал 9 августа, это Леонид Кравчук выступил по поводу свободной экономической зоны. Но сейчас уже президент озвучил. То есть, Порошенко процедуру. Да, а о каких зонах вы говорите вообще? Ведь это же такое понятие, свободная экономическая зона. А теперь пошли подразделения этих зон. Есть торговая, свободная торговая зона. Это так, чтобы понимали, вот как магазин «Дьютифри» в аэропорту. Но только вот расширим этот магазин на уровень какого-то региона. Вот, пане Юріо, я, зокрема, процитую те, что пишут про вільную экономическую зону на официйному сайті президента Украины. Вільная экономическая зона передусім стосуватиметься підконтрольних Києву територій, але не виключено, що її розширять і на непідконтрольні. Спеціальний, лояльніший підхід до податкування принципово найкомфортніші умови державного нагляду за бізнес-діяльністю може суттєво допомогти українському Донбасу спочатку вільному, а потім і звільненому. За версию Офісу президента, метою вільноекономічної зони має стати сшивання Донбасу, відбудова його інфраструктури та швидше реінтеграція до решти України. Ось що говорить Офіс президента. Офіс президента, ну полная ерунда, не говорят, я могу это прокомментировать. Я еще раз говорю, без мира, без политического регулирования этого вопроса, никакая экономика не пойдет. Так вот, свободные экономические зоны бывают, торговые, то, что я сказал. Следующее, техника внедренческие, это зоны, которые, ну а-ля силиконовая долина, это зоны, которые предполагают привлечь научный инженерный потенциал для коммерциализации и продажи научных разработок. Есть такие свободные экономические зоны, ну Сколково в России, пожалуйста. Окей, следующее, промышленно-производственные свободные экономические зоны есть. Есть комплексные свободные экономические зоны, поэтому вы о какой говорите. Перед тем, чтобы комментировать, то нужно понимать, что вы предлагаете. А люди плавают, они вот дают это больше как очередной лозунг. Для чего? Без конкретики. Без конкретики это дается для того, чтобы каждый украинец предполагал то, что считает, ну, то, что для себя считает нужным. Каждый думает о своем. Ну, у человека есть два варианта. Ну, я думаю, что они могут ответить так, або нет, но все ответят, как на меня. Не знаю, потому что люди не имеют понимания. Слово свобода уже привлекает. О, свободная. У нас экономика же сильно зарегулированная. У нас, ну, все думают, это будет уменьшение налогов. А будет ли это уменьшение налогов или уменьшение только ввозных пошлин? Понимаете? Или свободная экономическая зона, по которой более упрощенное администрирование. Ну, хима, что только слово зона может лякаться. То есть вопросов, да. Вопросов тут больше, чем ответов. Никто не дает конкретный план. Это, знаете, вот как правительство у нас. У нас там будет рост промышленного производства в следующем году. 4,6 закладывают в проект бюджета. За счет чего? А вот дальше, когда начинаешь разбираться, а какие точки роста? А где вы возьмете увеличение рабочих мест? Да, как Шмыгаль сказал, 500 тысяч рабочих мест создадим. Где? За счет чего? Где программа? Нет. Так и тут. Создадим свободную экономическую зону. Подождите. Ну, пункт первый, Шмыгаль вообще говорит полную ахинею. Он говорит, мы хотим создать свободную экономическую зону, то, что он говорил в августе, в прифронтовой полосе. Ну, это вы себе как представляете? Вот у вас есть какие-то сбережения, и вы эти сбережения в прифронтовой полосе будете вкладывать в завод, чтобы его разбомбили через час после ваших вложений? Ну, кто туда пойдет? Ну, это априори вот какая-то, вот, глупый пиар какой-то. Поэтому, надо еще есть другой аспект. Вот, например, допустим, мы сделали свободную экономическую зону на этих территориях. До речи, у нас есть вольная экономическая зона с автономной республикой Крым. Через 5 месяцев после анексии, соответственно, закон был ухвален. Смотрите, вот, допустим, мы сделали там свободную экономическую зону. И, допустим, мы там в этой свободной экономической зоне построили, функционирует, инвестор вошел и построил текстильное предприятие. Вот, допустим, текстильное предприятие. И пользуется всей территорией Украины, работает на территории Украины. Какие там, допустим, там преференции налоговые, налоговые каникулы. Неважно, какие, разные могут быть, но у него затраты становятся меньше, чем у Житомирского швейной фабрики, Черновицкой швейной фабрики, Киевской, Винницкой и так далее, Херсонский хлопчатобумажный комбинат. То есть у нас сразу произойдет картина того, что у нас на внутреннем рынке произойдет недобросовестная конкуренция. И мы, что, у нас сегодня жирует бизнес в Украине? У нас сегодня готовы, например, Ивано-Франковск, Волынь, Житомир работать в худших условиях, чем рядом будут работать в Донецке? Это только наоборот противопоставит регионы друг другу и только напряжет ситуацию. Поэтому, если мы говорим о свободной экономической зоне, то тогда нужно говорить об импортозамещении, чтобы не было внутренней конкуренции. Чтобы это предприятие, которое там открывалось, чтобы оно производило то, что мы импортируем, но аналогов такого не производится на территории Украины. Тогда это не будет конкурентом. А скажите, пожалуйста, а как на это отреагирует Европа и Америка, с которыми мы подписали зону свободной торговли? Такое же питание. Вот они сразу скажут, минуточку, что это у вас за преференции внутри зоны свободной торговли, в которые вы входите? Где согласование с нами? Если будет предположение об уменьшении налогов для украинского бизнеса, работающего там, а как маяки МВФ? Ну тогда нужно пересматривать глобальные договора, которые над этим стоят. Об этом тоже никто ничего не говорит. Считается, что эти идеи натхненники, которые вышли с идеей проведения референдума, або всенародного опитывания, если так сказать корректно, даже про это и не замыслились. Вадим, я коротко скажу, что действительно, объективно, те страны, которые думают о своем развитии, как правило, вводят такие понимания, как свободные экономические зоны, как технопарки у себя на территории. А у людей про это питают? Нет, это работает правительство и делает для того, это программа правительства входит, которую утверждает парламент. Причем здесь экономическую политику сейчас будем спрашивать у каждого украинца и согласовывать с ним. Украинец доверил, парламент избрал, парламент избрал, утвердил правительство. Правительство должно работать априори, аксиматично в интересах нас, украинцев. Вот и все. Я приведу примеры. Соединенные Штаты Америки, 50 свободных экономических зон, 53% ВВП Соединенных Штатов проходит через свободные экономические зоны. Самая динамично развивающаяся экономика Юго-Восточной Азии, Южная Корея, 170 экономических зон. Много мы говорили за реформы Суакашвили, пожалуйста. Кутаисская свободная экономическая зона. Китай, все восточные побережья Кистаи, наполненные инвестициями, наполненные деньгами, это все свободные экономические зоны. Они могут быть отраслевые, они могут быть территориальные, они могут быть сегментно-экономические, они могут быть адресные. Ну, например, Венгрия, это адресная свободная экономическая зона для завода БМВ. Договорились, налог на прибыль 9%, завод БМВ построился в Венгрии. Что инвестор находит? Нужно же думать, когда мы думаем, мы же должны думать, а кто же к нам вложит деньги? То есть, инвестор что находит? Близость к потребителю, да, построил завод, понятно, вот выиграл на логистике. Второе выигрывает, это дешевизна рабочей силы. Третье, что он выигрывает, это освобождение как минимум от ввозных послин на его продукцию. И таким образом он производит экспансию, захват рынка для своего товара. Поэтому можно делать и адресные, ну, например, у нас проблема, мы уже не раз об этом говорили, лес Кругляк уходит. Пожалуйста, кто крупнейший производитель мебели в мире? Икея. Он у нас представлен, представлен как торговля. Вот нужно говорить, министр экономики, здравомыслящий должен говорить собственникам Икеи. И говорить, что вот вам сырье, вот вам защита вашего производства, вот вам коммуникации, вот вам за одну гривну земля под площадку под ваш завод, вот стройте у нас завод, создайте 3-4 тысячи высококвалифицированной, высокооплачиваемой рабочей силы на территории Украины, вот вам это сырье превращайте в табуретки, в тумбочки, в шкафы, и продавайте на все страны СНГ, Ближнего Востока, Европы, и делайте приход валютной выручки в страну. Вот вам пример, например, отраслевой, свободной экономической зоны для одного предприятия. Это очень популярно в Израиле. В Израиле приходит инвестор, он идет в Кнесет, он идет к премьер-министру, общается, вот я инвестор, вот я делаю там хаб, или я делаю там такое-то там военное производство, или медицинское производство, вот я делаю для меня, и начинается торговаться. Какие условия вы мне даете, какие преференции, чтобы я завод построил именно в Израиле, а не построил в другой стране мира. То есть это все работать можно, но опять-таки, чтобы это в наших реалиях не превратилось в какие-то налоговые ямы, не превратилось, что будет условно импорт, как была одна история, когда киевская администрация выиграла тендер на поставку трамваев. И якобы трамваи были импортные, то есть наоборот, преференции были местному производителю. И выиграл Львовский трамвайный завод, да, но только во Львове никогда не было заводово производства трамваев, и Львовский трамвайный завод, это было два человека, снимающих полуподвальный офис, а на самом деле это все шло из Китая. Поэтому тут же вопрос системы контроля и системы государственного подхода, чтобы мы, и так у нас теневая экономика такая же, как и реальная экономика, и мы, чтобы этим не подтолкнули и не испортили. Потому что, знаете, методов есть много. Вопрос, что в профессиональных руках это должно быть, и в руках людей честных и порядочных. Как минимум не зашкодите. Пане Юрье, еще одно вопрос, которое на сегодняшний президент Украины Володимир Зеленский, что поддержите вы идею до вечного въязнения за коррупцию, особенно в больших размерах. Вот коррупция в особенно в больших размерах. Как ее вымирюваете? Это могут быть, я не знаю, миллионы, миллиарды, триллионы, великие размеры, грами, килограмы. В особо крупных размерах это открываете криминально-процессуальный кодекс, и часть третья любой статьи должностной говорит о том, выше какого ущерба идет ответственность в особо большой размерах. Но далеко не все люди открывают криминальный кодекс. Речь идет о другом, что, знаете, почему эта статья, вот эта инициатива вызвала такой резонанс в обществе, и общество недовольно. А вы что, осудили 50 топ-коррупционеров, которые получили по 5-7 лет тюрьмы с конфискацией, и вы считаете, что эта ответственность недостаточная, и после этого подняли вопрос, чтобы усилить ответственность? Вы хоть кого-то осудите, понимаете? Ну вот просто кого-то. И общество, конечно, это воспринимает. Знаете, я даже прочитал один комментарий, говорит, если у нас никого не осудили до 10 лет, и результаты у нас нету, то если будет пожизненно, то мы можем будем говорить, что мы пожизненно никого не осудили. Ну вот как-то так, игра слов, но на этом деле, на самом деле показуха. Где Гонтарева, где Смолей, где Маркарова, где Верланов, где Нефедов? Все прекрасно себя чувствуют. Кто-то в Лондоне, кто-то в Балтуицы на выборах. Все плюют на украинцев, да. Все процветают, все занимаются, более того, еще и раскачивают основы государственности, и лоббируют вот такие деструктивные вопросы. Где Гончарук, который завалил карантинные мероприятия и обвалил экономику. Абсолютно себя комфортно почувствуют в США. Поэтому, когда мы говорим о топ-коррупции, мы всех этих топ-коррупционеров знаем, мы всех их понимаем, только начинаем говорить, какая, давайте еще два года будем обсуждать, какая же у них ответственность будет. Если есть демагогия и нет воли, вот у нас пять антикоррупционных органов новых создали, пять миллиардов на них наших денег тратим, результат ноль. После опроса о пожизненном, можно, знаете, так вот, подсказываю сейчас офису президента, как заболтать любой вопрос, можно придумать следующий вопрос. После этого сказать, а как вы к тому, чтобы вернуть смертную казнь для топ-коррупционеров? И давайте год еще будем все обсуждать по поводу смертной казни для топ-коррупционеров. В Китае есть, и пример Китая показывает, что там расстреливают на стадионе. И следующий вопрос задать, а как вы за то, чтобы смертную казнь на стадионе применять? Вопрос в том, что если президент имеет волю борьбы с коррупцией, то пожалуйста, берите и делайте. На наших стадионах смертная кара не происходит, на наших стадионах кандидаты в президенты между собой дебатуют. Пане Юріо, в пятницу президент Украины Володимир Зеленский записал черговое відеозвернение. Я пропоную послушать главу государства и попрошу вас прокомментировать то, что сказал президент. Усім привіт! 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Запитання номер 3. Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? Четверте запитання. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5. У 94-му році був підписаний Будапештський меморандум. США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання? Або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання? Або ніхто? Неділя. 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Пане Юрію, щодо третього питання, щодо кількості народних депутатів і скорочень до 300, це ж Кучма питав у 2000 році. Вперше, да, я только хотел сказати, це була іниціатива Медведчука Кучмы, якщо для полної відкрітості, щоб щось мене не приписали, ще, конечно, вже припишуть, раз я фамилию назвав, к якому-то направлению политическому. Але, дійсно, це був опрос в 2000 році, дійсно, 450 на 300, і народ вже відповідав, ну, треба ще раз відповідати, чи що, чи непонятно, чи люди просто не знають історію. Я розумію, що крайні непрофесіональна команда вокруг. Вперше, непрофесіональність проявляється навіть в тому, що відбувався злив цих всіх вопросів. Відпочивалося по одному вопросу держати інтригу. Насправді, в офісі президента і злили. Во-первых, злили, во-вторых, тут вже почався вже скандал, вже Кирилл Тимошенко воює з Трофимовим, Трофимов з Єрмаком, Єрмаков з Тимошенко і з Трофимовим. Уже там починається вот це розбірки внутрі, вже помощник по СМІ дають оцінку замом глави офіса президента. І вот це все, відбуваються ці випроси. Тому, це однозначно, знаєте, спросити на білої ли це білої. Ми говорили, опять-таки, якщо ви хочете робити господарське устройство і робити адміністративну реформу, так у нас не тільки раздуті штат депутатів. У нас, я вам скажу, на всю США Верховний суд 9 чоловік, у нас 200. У нас непонятна інстанція, Конституційний суд, в которой ми видим його недееспособність. То есть он, либо вопросы, которые ему неудобны, то есть политически, да, там, про вопросы о языке, вопросы о люстрації, другие вопросы, просто не рассматривает по политическим моментам. Либо, когда надо, то принимает решение по изменению в Конституции, помните, под Януковича, потом обратно, вот эти все ситуации. Поэтому я не понимаю, зачем нужен вообще Конституційний суд с этими огромными зарплатами, с этим огромным аппаратом и созданием в центре города. У нас достаточно было суды первой інстанции, суды второй інстанции и Верховний суд, который мог бы 9 человек, как в США, могли бы и конституционные вопросы дать по ним, ответ, если возникает, и быть последней інстанцией в таких вот особо важных, серьезных, фундаментальных юридических вопросах, которые нужно что-либо разъяснить. А решение суда вступало бы в силу после второй инстанции, как это в большинстве мира. То есть суд у нас раздутый, правоохранительные органы у нас раздуты, мы это видим, государственный аппарат у нас раздут. То есть я приводил пример, что мы жили в тоталитарном Советском Союзе. Мы об этом говорили, да. И в котором еще была компартия и комсомол. Нету компартии, нету комсомола. В этих зданиях сидят новосозданные государственные органы Украины, и им не хватает. Ну, государственные органы сидят в садиках, государственные органы сидят в бывших ЖЭКах, в бывших нотариальных конторах. То есть раздули государственный аппарат до ужаса. Вот я с Винницей родом, было показательно. Винницей в советское время, на улице, бывшая улица Дзержинская, сейчас театральная, пятиэтажное здание УВД области, пятиэтажное здание СБУ области, рядом находится. Прошло уменьшение населения с 52 миллионов до 37-ми официально. Прошло у нас отсутствие вот этого тоталитарного контроля за всем, отсутствие этих особых отделов на каждом заводе. Всего же этого нету. Но во дворе и УВД области, и СБУ области появились новые девятиэтажные здания, наполненные сотрудниками. Понимаете? И так каждый орган, каждый орган у нас расширили. Поэтому уровень президента, уровень премьер-министра говорит о другом. Что у нас раздутый управленческий аппарат, у нас зарегулированная экономика. И мы должны, не можем себе это позволить даже содержать. И количество чиновников не должно превышать 1% от численности населения в стране, чиновников и правоохранителей. И вместо 1,4 млн чиновников и правоохранителей делать 370 тысяч. И один из подразделов этой всей реформы, это уменьшение депутата Верховного Совета. Но не делать, ну уменьшение. Во-первых, почему 300? А почему не 250? Почему не 150? Да, или не 150. Опять-таки я вам приведу вопрос с Соединенными Штатами. У них Конгресс и Сенат 525 человек. Пане Юрію, я вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Кандидат економічних наук Юрій Атаманюк був гостем нашої студії. Всім міцного здоров'я і дякую, що ви дивитесь «Політек онлайн». На все добре!